Да, я соглашусь здесь с Ростиславом, что остановки не будет. И действительно, у меня, кстати, сегодня у меня даже было какое-то интервью, где я даже связал эти две вещи. И я думаю, что вот эта лётчика тоже неспроста. И неспроста именно вот там вчера или сегодня всё это дело произошло. Это, кстати, уже озвучиваю несколько человек, таких известных, которые более себя позиционируют как политические деятели. Я не думаю, что они остановятся. Я думаю, что они будут продолжать, кстати, вот это убийство украинского лётчика. Ну, надо в нём разбираться, да, потому что я подразумеваю, что он просто не очень хорошо соблюдал меры предосторожности, конспирации, так сказать, как это полагается, тогда, когда вам меняют ваши identity, когда вы меняют ваши установочные данные, выдают новые документы. Это означает, что вы должны, на самом деле, порвать полностью с вашей предыдущей жизни. Я сомневаюсь, что он так сделал, потому что, говорят, ну, какую-то свою там предыдущую девушку туда себе выписал в Испанию. И, скорее всего, таким образом он и подставился немножко. Но это моя версия, это не фактура. Ну, а действительно, я согласен с Ростиславом в том, что сейчас некий срач ушёл, что действительно сплочение. Но вот видите, даже вот та новая фигура, на которую поставила позиция именно Юлия Навальня, которая, ну, дава у убиенного, вот, и такая, ну, может она стать, на самом деле, объединяющей фигурой. Вот как это не парадоксально, вот именно она может быть им следующей. Да, потому что Путин человек злобный, люди вокруг него, люди отвязные, это с одной стороны. С другой стороны, любой, на самом деле, человек известный, значимый в публичном пространстве, за рубежом может стать такой жертвой. И я вам напомню, что есть ещё и Яшин, есть ещё Владимир Карамуза, которые продолжают сидеть в тех же самых тюрьмах. И Путин у них, это из самых известных, потому что там ещё есть десятки и сотни. По уровню ненависти, сопоставимой с Навальным, это, скорее всего, Саакашвили. Да, он в грузинской тюрьме, но руки и нынешней власти в Грузии могут дотянуться, к сожалению. Тем более, что вот если вы возьмёте, допустим, две фигуры Саакашвили и Карамуза, то и у того, и у другого плохое здоровье. Ну и, кстати, очень жаль Карамурзу, Великобритания отказалась даже проводить переговоры по возможности его обмена. Но зато наложили санкции на сотрудников этой колонии, о чём Ростислав нам уже рассказал. Ростислав, как вы считаете, Саакашвили, всё-таки, это будут убийства в тюрьмах и дальше? Понимаете, это же, если он уже начал циничные убийства, которые не оставляют сомнений в том, что это именно он, мне кажется, он будет продолжать именно в этом циничном направлении. Вы знаете, я бы так не хотел сейчас... Да никто не хочет, понятно. Он должен провоцировать какие-то такие вещи, обсуждения и так далее. Это же живые люди. Володя Карамурза, добрый товарищ мой уже много лет, и я в ужасе от того, что с ним может произойти. Да с любым из тех, кто там находится. Они же ведь ещё и... Они же несгибаемые ребята, что Карамурза, что Яшин. Они же говорят те вещи, которые мы-то все говорим издалека и более или менее находясь так или иначе в безопасности. А они в руках у этих подонков, эти вещи, те же самые, что и мы, говорят. О них, поэтому, конечно, я бы хотел, чтобы весь этот кошмар закончился сегодня, чтобы все они вышли и никого не убили. И поэтому уж позвольте мне в этом страшном тотализаторе не участвовать. Я не хочу прогнозировать и думать, кого в следующем убьёт Путин. Давайте другую смерть обсудим, которая чуть не прошла незамеченной. Смерть сына главы Роснефти, Сечина. 35 лет было этому человеку. Я уверен, что вы внимательно изучали, Сергей, эту новость. Есть нам что там обсудить или нет? Или это проходное событие, в общем-то? Нет, ну, это событие не проходное, потому что... Ну, проходное в том смысле, что все люди когда-то умирают, да. Ну, все люди умирают, но не в 35 лет. И когда вы являетесь миллиардерами и сыном, там, кооператива Озера, который якобы даже, по некоторым данным, там, управляет всей Россией. Да, царя, царя всея Руси. Нет, конечно, это значимая смерть. Это непростая, это символическая тоже смерть. Другое дело, что то, что я видел, пока что, в общем, не исключает вариант какого-то там, ну, может быть, слишком большого возлияния или слишком большого использования наркотиков. То есть, грубо говоря, там, в общем, немножко мутная история, потому что там что-то не сразу отзванивали, не сразу приехала скорая помощь. А все это дело происходило в Красногорске. То есть, в общем, это все очень недалеко от Москвы. Или даже, если это все равно в Подмосковье, но это в таком элитном Подмосковье. То есть там немножко странная какая-то вся история. И они, кстати, узнали не сразу. И не было никаких отмашек, никто, в общем, ничего не говорил. Вот, то есть, на самом деле, здесь остается эта смерть мутная. Но она все равно символическая, да, потому что это сын, это наследник. Вот точно так же, как там, я не знаю, там, Патрушев, говорят, своего сына, значит, хочет сделать новым премьер-министром. Я думаю, что и Сечин не отказался бы, чтобы его сын тоже куда-нибудь там еще пошел бы выше. Ростислав. Ну, что касается детей элитарных в России, здесь Сергей прав. Они достаточно часто бывают подвержены разнообразным порокам. Но я бы здесь, вместо такой, внутри видовую конкуренцию тоже бы не сбрасывал со счетов. Поскольку, ну, знаете, когда на кону стоит вся Россия, и их вот эта вот всевласть еще на много лет вперед, то, в общем, нельзя исключать ничего. Нельзя исключать в том числе и каких-то вариантов, что кому-то из принцев помогли уйти куда-то, какие-то другие принцы. Поэтому у этих людей нет тормозов, они друг с другом грызутся так же отчаянно. И вот то, о чем мы с замечательным липсицем у вас же в эфире говорили, Алексей, в общем-то, это ведь уже идет, этот процесс. И уже эта грызня, она, в общем-то, перешла из-под ковра уже вот в меди. Она уже громкая, она уже вовсю заметна. Они друг у друга отжимают бизнесы, они друг у друга отнимают кормушки. И посмотрите на количество смертей вообще еще вроде бы не больных, а не старых путинских вот этих управленцев в тех сферах, которые дают им как раз сфер прибыли. Например, если вы посмотрите, сколько погибло нефтяников и газовиков, там ни с какой статистикой это не бьется, такое количество смертей. И вот там, где всегда, кстати, написано тромбоз, синдром внезапной смерти, или еще какая-нибудь чушь а-ля шел по коридору больницы вице-президент УКОЛ и упал из окна. Естественно, мы же всегда, когда ходим по коридорам, мы падаем в окна. Это естественная, в общем-то, история. А так же? Я все время так делаю, не знаю, как вы. Вот, соответственно, понятно, что друг друга они убивают с удовольствием тогда, когда им это приносят дивиденды. Поэтому вот об этих смертях, вот да, поговорить можно. Я думаю, что там это не последнее, далеко, и десятка, наверное, таких смертей еще там случилось и началась. Поэтому я могу добавить по этому поводу, потому что это отлично, отлично, Ростислав, что вы затронули эту тему, потому что вот в этой книжке, которую я в 22-м году написал, значит, я ее издал в мае месяце 22-го года. Тогда таких смертей было 6 штук, в мае 22-го года. Вот сейчас таких смертей уже в следующей книжке, которую я издал в прошлом году, уже было около 50. Уже было около 50 замечательных трупов. Я даже, у меня глава такая, значит, изысканные трупы Путина. И, значит, я там их перечисляю с историями, потому что некоторые из них просто такие романные истории, как вот этот Субботин, допустим, который отравился жабами каким-то, отваром из жаб, значит, когда ходил к знахарке, якобы, значит, она его лечила от запоев там и так далее и того подобное. То есть нет, на самом деле я с вами согласен, но вы знаете, вот эти трупы, там их надо поделить. Там не все они, не все они из-за того, что они грызутся и используют друг дружку и убивают, значит, свои счеты. Очень много финансистов Газпрома и Новотека, и это, мне кажется, это просто удаление было свидетелей, потому что там удалялись топ-менеджеры, которые знали все проводки, потому что мы же понимаем, что ни Путин, ни Патрушев, никто из этих бонс-кооператива «Озеро» никогда не знает, на какой счет, когда какую сумму пересислили. Просто есть у них там управленец, у которого есть компьютер, на котором все это дело ведется. И вот среди этих управленцев сначала падеж начался. Продолжение следует...